Плющев с нами на прямой связи. Саша, приветствую тебя. Привет. Слушай, ну вот интервью, которое тебе дал Борис Зимин, вызвало какой-то небывалый резонанс. По крайней мере, я осужу по своему фейсбуку. Думаю, что у тебя в фейсбуке еще больше этот резонанс. Ты ожидал, что будет вот такая реакция на интервью Зимина? Ну, я думал, будет бомба или не будет. Потому что, ну, на самом деле, уже про фильм «Предатели» и про ФБК, и про все остальное было довольно много говорено и переговорено и так далее. Вот. Для меня тут важнее было не столько, значит, вот вся эта история, всех этих отношений, взаимоотношений ФБК и «Предателей». Мне, честно говоря, это уже поднадоело, Малек. Вот. Но я просто увидел, что Борис с некоторым недоумением отнесся к тому, что интервью, которое у нее взяли на Deutsche Welle, что оно, значит, не вышло в эфир вовремя. Ну, как вовремя. Он ожидал, что это будет там через несколько дней. Они выпустили новость по мотивам этого интервью. Причем новость, которая не была новостью. Вот. И, ну, так вот сделали текст, короче говоря. Вот. А интервью само не вышло. И потом Борису сказали, что, может быть, это связано с тем, что 5 июня будет церемония вручения премии Deutsche Welle, о которой была объявлена 3 мая, это публичная информация, премии Юлии Навальной. И, может быть, Deutsche Welle как-то немножко решили не усложнять ситуацию, что называют. Я подумал, что, ну, как-то это странно. Вот. И, по идее, не... Ну, средства массовой информации, безусловно, имеют все права на свое собственное произведение. Но, с другой стороны, если что-то от людей скрывается по тем или иным причинам, я не говорю по политическим, может быть, по каким-то нравственным или каким-то еще, то люди имеют право это знать. Они уж сами выберут, когда им это посмотреть, как им на это реагировать и так далее. Другое дело, что я абсолютно не знал, что спрашивал Константин Эйгерт, который брал интервью. Но я подумал, что, в общем, с одной стороны, несложно догадаться, а с другой стороны, ну, как бы, люди имеют право знать. Не, он писал Бориса Зимину, и он ответил, что, да, это очень смешно, Борис Зимин не ответил, что, а на какую тему, какую тему вы хотите интервью? Окей, хорошо. Вот, и, собственно говоря, вот так, я не думал, что это вызовет, самое, что смешно, это поначалу и не вызвало большого эффекта, вот, ну, может быть, до тех пор, пока, там, я не знаю, Медуза не написал. То есть мне писали, ну, какие-то многие люди, которые, так сказать, сильно вовлечены в дискуссии различные, но потом написал Медуза, и это приобрело такой широкий характер совсем, вот. Честно говоря, не помню, чтобы у меня после интервью был такой большой фидбэк. Не знаю, как за всю мою карьеру, у меня память так себе, но вот у этого был очень большой, я давно такого, честно сказать, не помню. Вот, ну, скорее, извини, что долго отвечаю на твой вопрос, но заодно на многие другие, наверное, ответил. Вот, если просто и прямо отвечать на твой вопрос, скорее не ожидал, чем ожидал. То есть подозревал, но не ждал. Ну, у тебя нет ощущения, что вот эта тема предателей, три серии Марии Певчих, вот это действительно широкое обсуждение, очень эмоционально, не удалось до конца отрефлексировать. Это интервью стало продолжением этой рефлексии про 90-е, про себя, вот я имею в виду, конечно, в том числе представителей российской оппозиции, Актомы, Аштомы, и поэтому вот так это всколыхнуло. И Зимин, он просто продолжил начатую Певчих-дискуссию в каком-то смысле. Ну, в том, что я вижу в откликах на интервью «Земина», я слышу, то есть это не вся реакция так характеризуется, а новое качество, которое характеризует это обсуждение. Оно для меня звучит так, что многие люди не хотели ничего говорить по этому поводу или боялись говорить по этому поводу, потому что известно, какому хейту подвергаются люди, которым не понравился фильм, они сразу попадают под перекрёстный огонь с разных сторон, как людей с именами, так и ноу-неймов в самых разных соцсетях. И мне кажется, что... Ну, то есть их сразу обвиняют в том, что они против Навального, против ФБК, против... За олигархов они выгодоприобретатели, они, не знаю, там, на службе у Хударковского, но я много наслушался, и видел, как другие люди, которые тоже что-то говорили по этому поводу, только как они хлебали. Вот. И я думаю, что просто не хотелось хлебать с одной стороны, а с другой стороны, ну, некоторые вещи... Всё равно люди боятся сказать, даже без этого хейта. Боятся, ну, потому что как-то вот там ФБК не очень принято критиковать, или, ну, потому что после смерти Алексея Навального как-то ещё не знаешь, как к этому относиться. И всё такое. И мне кажется, что Борис Зимин в этом плане сформулировал позицию этих людей, которые вот много чувствовали, но сказать не могли по тем или иным причинам. То ли не могли сами сформулировать, то ли боялись это сделать, то ли ещё что-то. Я думаю, именно поэтому это так откликнулось. Ну, тебе как журналисту в этом смысле прилетело, ну, то есть ты как интервьюер, ты человек, который задавал вопросы. Но я видел реакцию, что Плющев тоже виноват в том, что он думает про ФБК. Ну, примерно так я сейчас очень схематично сформулировал. Ты почувствовал это в каком-то смысле на себе? Ну, я просто никогда не скрывал своей позиции. вообще в отношении чего бы то ни было. Не говоришь о том, вот про фильм или про его обсуждение и так далее. Ну, на самом деле, когда ФБК сделала заявление, ну, Фуга Морепевчик сделала заявление о том, что, ну, в принципе, это политическая позиция, таким образом выраженная, мне вообще отпали там все претензии по фильму. Окей, политическую позицию каждый может выразить с вашим пособием. Просто неправильно, я, например, неправильно поначалу понял посыл и вообще предназначение этого фильма. Вот. И может быть, с этим связаны какие-то эмоциональные обсуждения. Но поскольку ты не скрываешь позицию, люди уже, исходя из этого, трактуют твои дальнейшие шаги любые абсолютно. Мало того, что трактуют, это было бы еще полбеды. Они тебе приписывают. Ну, например, там, условно говоря, я очень часто слышу в свой адрес то, что Плющев зовет только тех, кому не понравился фильм, и он таким образом подтверждает свою точку зрения. Как бы пропуская, что у нас полно и противников было. И более того, вот, интервью с Зименым, например, оно меня сподвигло на некие, так сказать, на некие планы. Вот. И пока не буду ничего раскрывать, но я бы с удовольствием, чтобы после интервью с Зименым, или до даже, я не знаю, все то же самое, на те же самые вопросы бы ответил, например, условно говоря, Леонид Волков. Ну, на похожие. Понятно, что не Леонид, наверное, там, некоторые не по адресу были бы, но я бы другие придумал. Вот. Леонид Волков. Но Леонид Волков мне на запрос интервью написал, и это было не, это было буквально там на следующий день после интервью с Зименым. Не то чтобы давно. Он мне написал, я не вижу повода для интервью. Ну, для меня это несколько странный ответ, когда ты каждую неделю находишь повод для передачи лучшей программы о политике, и не находишь повода для интервью после того, что произошло, ну, после того, как выступил Зимин, и вообще в ходе нынешнего обсуждения, окей, не вопрос. Это как бы не мне решать, а тем, кто видит или не видит поводов. Мария Певчек не ходит ко мне на канал, считая, что там к ней не объективно относятся. Но она у тебя один раз была. После этого. После этого она сказала, что к ней не объективно относятся, поэтому она не ходит. Окей, ну, то есть у меня в принципе выбор даже гораздо меньше из сторонников фильма, нежели из его противника. Но мы стараемся, у нас, например, там был Фёдор Крашенинников, который и сторонник ФБК, и сторонник этого фильма, и другие люди, Станислав Белковский, например, которому фильм тоже понравился. И, ну, другие люди. Много у нас разных бывает. И более того, я надеюсь, что мне найдётся, мне удастся и поговорить с кем-то, кто, так сказать, имеет непосредственно отношение к ФБК, рано или поздно, всё равно. Это моя работа, я буду заниматься, чтобы кто не думал, чтобы кто как не относился. Ну, если, опять же, Мария Певчик передумает, или Леонид Волков найдёт повод, то с большим удовольствием сделаем ещё какое-нибудь интервью. Здесь подход другой. Другое дело, что это правда, никто не будет диктовать, как мне относиться к тому или иному явлению, группе людей, их поступкам, их позиции и тому подобное. Ну, вот этого я, к сожалению, обещать никому не могу. Ни Зимину, ни Волкову, ни Певчик, никому. Вот вопрос с Телеграма. Сергей Назаров у тебя спрашивает, почему Нино решила уйти из Breakfast Show, если я правильно понял, что она решила уйти. Я видел этот фрагмент, видел этот эфир, и ты был удивлён решением Нино, насколько я понимаю. Ну, смотри, тут на две части. Во-первых, почему Нино решила уйти, и лучше спрашивать у Нино, потому что это её решение, и вот я думаю, что её в Грэм можно пригласить и там спросить, например. Вот. Вы слышали то, что она говорила в конце нашего шоу. Удивление моё было следующим образом. Я знал, что Нино уходит, мы с ней, конечно, говорили об этом до этого, но мы запутали, я запутался, в днях, когда это произойдёт. Там ещё наложилось на её командировки, я сейчас в командировке от популярной политики, и по моим подсчётам, она должна была ещё неделю отработать свою. Ну, то есть, сейчас Танина будет, через неделю должна была быть её. Я был абсолютно уверен, мы утром об этом не разговаривали, накануне об этом не разговаривали, и как бы мне казалось, ну, опять же, там из-за череды обменов, кто с кем поменялся, я чуть запутался, и был уверен, что она ещё отработает неделю. Но этого не произошло. Она сказала, ну всё, ты помнишь, мы договаривались, всё, пришлось, значит, все эти договорились поднять, окей, да, я понял. Поэтому в эфире я ещё об этом не помню. Поэтому я так удивился, что это произошло именно во вторник. Вот, а так, конечно же, мы обговаривали этот вопрос. Вот, а почему, так сказать, это, пожалуйста, с Книно, мне она, ну, написала, естественно, сказала свои причины, но поскольку она не дала мне, так сказать, не, как это, не уполномочила меня рассказывать ничего об этом, я, пожалуй, и не буду лучше к ней. Виктория спрашивает в Телеграме, Александр, что у вас за конфликт с Евгением Альбасой, общаетесь ли вы с Ксенией Лариной? Спасибо, Виктория. Знаете, милые ругаются, только тешатся. Вот, тоже в Грэмме сначала что-то обсуждали, что у вас за конфликт с Кеней Лариной. Помирились, в Грэмме тогда пришли. У меня ровным счетом, у меня ровным счетом никакого конфликта с Евгением Марковной нет, я ее очень уважаю и нежно люблю. Вот, она прокомментировала одну из, ну, последнюю, мне кажется, мою запись в Фейсбуке, начав со слов «У вас съехала крыша, Саша». Она сказала «Не рано ли учить журналистики?» Дальше позже. Сначала у вас, ну, «Не рано ли учить журналистики?» это как раз по делу, а вот насчет «съехал крыша», мне кажется, это как бы немножко, ну, то есть, когда ты заходишь с такого, ты хочешь оскорбить. Я не знаю, зачем Евгения Марковна хотела уязвить или оскорбить в этом смысле. Об этом, опять же, мне кажется, лучше спрашивать у нее. Но к нам она не придет. Это я могу точно сказать. а что случилось? Что случилось? Что у вас? Нет, просто у нас... Вадим, что у вас за конфликт Евгений Марковн? Как это? У нас цилистические разногласия случились как-то однажды. Поэтому... Хорошо. Вот. Нет, ну, как бы это... Ну, мне кажется, там вообще уместнее спрашивать, что... Ну, не у меня, опять же, что у Евгения Марковна за конфликт с Сергеем Пархоменко, которого она забанила. Вот это неслышано. Вот. А мы-то так, ну, как обычно, перебросились какими-то словами. Ну и ладно. Мария пишет, в Телеграме тоже, я бы задала вопрос, не кажется ли Александру, что все эти конфликты внутри оппозиционного пузыря из-за скуки жизни в Европе может энергию некуда девать, и это такая своеобразная реакция на стресс? Кто в Европе живет, кто в Америке, кто в России, кто в разных странах, не знаю. Мне кажется, все срутся с большим удовольствием. Вот. Вот в этом плане. И надо сказать, что и до переезда, если вы помните, были такие баталии в разных соцсетях. Вот. Мне кажется, что, ну, вот, условно говоря, если от Фейсбука там пойти к Твиттеру, посмотрите, что там происходит, как стенка на стенку идут, значит, сторонники ФБК на КЦБОтов и так далее. Вообще, любо-дорого. Далеко не все из них живут в Европах. Мы, может быть, судим по лому, по лидерам общественного мнения. Кстати, Евгений Альбас, например, живет в Америке. Вот. Так что, не в Европе. Я не думаю, что это связано с какой-то скукой. Мне кажется, это связано с кризисом. С кризисом позитивных идей. В этом смысле, например, там, условно говоря, фильм «Предатель», он симптоматичен. Потому что, даже не позитивных, позитивных тут плохое слово. Это, знаете, как всегда про утренних радиоведущих, что они должны быть позитивными. Я вот это терпеть всегда не мог. Включать музыкальную радиостанцию. Там позитивные утренние ведущие убить хотелось. Вот. Так вот, возвращаясь, я не позитивная, а конструктивная. Кризис конструктивной программы. Вот. И фильм «Предатель» в этом смысле он очень симптоматичен, потому что он легко как бы генерирует ненависть и срач. Я сейчас даже его не упрекаю в этом, потому что ненависть и срач может генерировать запись в Фейсбуке, например. Какая-нибудь, в общем, довольно безобидная. Вот моя последняя тоже. Мне казалось, что ничего она не может сгенерировать, а ну тебе, на тебя, значит. Друг друга все забанили. Вот. Нет, просто с большой охотой все на это откликаются. А проблема в том, что конструктивной никакой повестки нет. Она была псевдоконструктивной, напоминающей конструктивной. Мы играли в эту конструктивную повестку, потому что настоящей не было. когда была история с очередями за Надеждина и так далее. Вот то, что там было связано с выборами. Ну и то. Дальше потом каждый всегда пытается урвать свой политический интерес. И Максим Кац начал, например, надувать Дованкова, что, опять же, только провоцировал исключительно внутренний срач. И не получилось этой вот конструктивной истории. она может быть выстроена, как мне кажется, не только вокруг выборов, но ее придумывать очень сложно в нынешних условиях. Понятно, что все живут за границей, политические лидеры, я имею в виду, или сидят в тюрьме, что еще сложнее. Люди дезориентированы, люди не знают, что делать. Ну, когда их подкармливают ненавистью, тогда они наркотик принимают. Другое дело, что надо не только наркотики принимать, но и какие-то полезные вещества. А с полезными веществами дефицит нету на рынке, не завезли. А вот история с заменой Шойгу на Белоусова, заменой Патрушева на Шойгу, и вот все, что происходило в этой кремлевской иерархии. Много разных мнений по этому поводу. Мол, от перестановки мест в слагаемых, особенно в таких диктатурах, ну, по сути, ничего не меняется. Вот как ты считаешь, насколько это важная история, важная рокировка, которую Путин сейчас провел в Министерстве Обороны и в Совбезе? Ну, мне кажется, что Путин и сам начинает... Вообще там я что заметил, что они прям буквально перехватывают повестку Навального. Но повестка Навального, то есть она какова? Не врать и не воровать. Это буквально сказал Белоусов, придя значит, на место Шойгу. Это вовсе не означает, что там перестанут врать и воровать, я бы тут сильно не обольщался. Но, видимо, Путин этого хочет, хотя не понимает, что проблема не в пересадке людей. Но это тоже, вот знаете, это же не только Путина проблема. Вот я сейчас пока говорю, что это Путин так думает, так многим сейчас нравится. А я сейчас дальше скажу, что мы тоже так думаем. И вот уже многим не понравится. Мы тоже так думаем. Мы думаем, что если там условного Путина заменить условным Навальным, ну, когда он был жив, разумеется, то все сразу изменится. Или не сразу, но изменится. К сожалению, так не работает. Вот проблема в том, что мы, кажется, уже должны понять, что система заточена на то, чтобы людей подчинять как раз вранью и воровству. И дело тут не в людях, а дело тут в подходах институтах. Как справедливо говорит Екатерина Михайловна Шульман. Ну вот, Путин пока пытается пересаживаться внутри всей этой системы. И может быть, тактически это верно. В том смысле, что, ну, если ты посадишь, в хорошем смысле, посадишь на должность человека более компетентного и, ну, реально более целеустремленного, а не глупого, вороватого, там, я не знаю, и так далее, вот, то на какое-то время возможны какие-то, ну, потому что мы помним, например, что, условно говоря, Сердюков хоть и был вороватый, но был деловитый. Вот. И во многом нынешняя российская армия, я имею в виду те ее проявления, в которых она эффективна, вот, это благодаря тем реформам, которые сделал еще, которые были еще при Сердюкове. Ну вот, и вот этот эффективный менеджмент, он может быть действительно эффективным на каком-то коротком промежутке. Другое дело, то, что, может быть, Путин и не мыслит в длинную, ему сейчас в короткую надо сыграть для того, чтобы те наметившиеся какие-то успехи на поле боя, чтобы их, значит, закрепить и развить, и чтобы при войне на истощение против западной машины, да, которая худо-бедно, но ввязывается, да, в смысле помощи и так далее, чтобы не проиграть, чтобы растянуть это дело и чтобы сделать и военно-промышленный комплекс, и саму армию более эффективной. Может быть, но в долгу, мне кажется, это не играет абсолютно. Вот это единственная важность, ты спрашивал о важности, что это единственная важность, как мне кажется, этих перегонок. А Белоусов, насколько это, скажем так, эффективный менеджер в путинской иерархии, что ты о нем знаешь? Ну, опять же, ты знаешь, по второму, третьему пересказу, это так себе экспертиза, прямо скажем, но судя по всему, ну, как он сказал, давайте обратим в шутку, ну уж получше Шойгу-то будет, ну, это прямо очевидно. Но другое дело, что он там государственник, другое дело, что он там, это вот, у нас был, и наверняка у вас тоже был, я уверен, или будет, значит, Игорь Липсиц, Липсиц, который говорит про, и у которого есть целая работа про военное кинсианство, вот, что это, опять же, что это эффективно в короткую, а в долгую не работает. Я думаю, что, ну, это, как вам сказать, вот, опять же, когда мы говорим там о государственной экономике, в долгую не работает вот этот вот весь госплан, а поначалу, когда там, я сейчас сознательно утрирую и смешаю две вещи, там, госплан и нацпроекты, а поначалу, когда там нацпроекты организуются, там не только на них уворовываются гигантские деньги, но и что-то там худо-бедно работает, инфраструктура какая-то, значит, подрядчики, ну, и все прочее. Люди, которые работают на эти инфраструктурные проекты, а это много людей, это прямо там можно сравнивать с градообразующими предприятиями, вот, они и сами развиваются, и, ну, худо-бедно как-то, значит, двигают экономику, опять же, это работает, а потом все про эти национальные проекты забывают, там, какие-то сочинские олимпийские объекты, и что-нибудь в этом духе, в долгу, это скорее отягощает экономику, чем ее развивает, так и здесь, я думаю, будет. Вопрос от Ильи, Александр пишет, Илья, здравствуйте, Алексей Виндиктов, в частности, в эфире Грэма, высказал мысль о том, что в ФБК есть ФСБшный крот, интересно ваше мнение об этом, справедливое ли подозрение или личное неприятие обеих сторон, спасибо и удачи вам. Спасибо вам, я предпочитаю не говорить о том, чего не знаю и в чем не уверен, вот, и чего я даже, не знаю, чего я даже предположить не могу, смотрите, история с тем, что какие-то подозрительные люди оказывались в различных структурах, в том числе и оппозиционных и так далее, и в самой ФБК, ну, мы знаем нескольких людей там, и Люба Соболь рассказывала про свою бывшую помощницу, что ли, я не помню, и Сируканов, кажется, вот этот человек тоже был какой-то засланный, и еще у них была еще одна история с, блин, я забыл, с Константином Горожанко, кажется, я так и не понял, чем она закончилась, Константин Горожанко был, значит, кротом воровал ли данные, или не был, потому что у них потом еще с ним было интервью, где он выступал на суде, там давал показания, я так и не понял, вот ФБК, ну, во всяком случае, может, я упустил, так и не сказал, он был предателем или нет, поэтому в том смысле, что может ли такой человек там быть, может, может ли он там быть на самом верху, может, есть ли он там, у меня нет никаких вообще соображений по этому поводу, я бы спекулировать на эту тему не хотел, я всегда, в общем, ну, то есть, если у Виндиктова есть какие-то дальше там, условно говоря, пруха, но рано или поздно надо бы их положить на стол, но если нет, то это выглядит не очень здорово, здесь я с Алексеем Алексеевичем не согласен, так же, как и, ну, вот это вот, знаете, много всяких таких обсуждений, которые, я понимаю, что в пылу там полемики или там выплескивают какое-то свое отношение, очень хочется применить, там, условно говоря, Мария Певчих училась у Дугина, да, там, защищал диплом, какая разница, у кого он защищал диплом, вообще не имеет ровным счетом никакого значения, давайте обсудим позиции, давайте обсудим, там, я не знаю, видение настоящего, видение будущего, вот, давайте Чубайса обсудим или что-нибудь еще, причем здесь кто у кого защищал диплом, ну, камон, вот, точно так же и это, есть, есть какие-то пруфы, ну, давайте, давайте это обсудим, есть какие-то подозрения в адрес кого угодно, давайте, ну, выкладывайте, вот это вот без, без основательные обвинения, мне, честно сказать, не очень нравится, я здесь не готов поддержать, и прямо скажем, даже до получения конкретной информации, я бы осудил разговоры об этом. Чубайс, судя по всему, запустил проект в Тель-Авивском университете, как тебе эта новость, ну, она уже некоторое время назад появилась, но, тем не менее, его некая активность, которая теперь обрела публичное такое значение, что ты об этом думаешь? Да, честно говоря, ничего особенного, потому что Анатолий Борисович такой, немного, вещь себе, немного такой, этот, как это сказать, такой, какой-то пластиковый куб, вроде, вроде какой-то прозрачный, а не, не пощупаешь, вот, непонятно, что в этом смысле ждать. Мне кажется, что, ну, пока, пока выглядит так, как будто бы он нашел, занятие, применение, и может быть, некое, знаете, как это, когда ты приезжаешь в какую-то страну, ты должен там легализоваться, я не про легализацию Чубайса, я уверен, что у него с этим все хорошо, там, в Израиле, ничего где-то, понятия не имеет, вот, но ты должен легализоваться, и ты должен придумать какое-то основание, зачем тебе жить в этой стране, там, поработать. Да, есть ли у нас связь? Оборвалась у нас связь, сейчас попробуем ее восстановить, да, вот, да, вот, ты для вас как раз, когда приезжаешь в страну, поработать, да, извините, мне кажется, интернет у меня может вылетел, вот, значит, по работе, или там, по учебе, надо какую-то придумать причину легализации, поженить бы, там, не знаю, семейный статут, и все такое, вот, и ты идешь, и вот легализуешься, приносишь документы соответствующие, мне кажется, что в этом смысле он как бы легализуется среди, ну, в каком-то общественно-политическом пространстве, потому что сейчас он, ну, выглядит как, у него какой статус? Как это? Независимый следователь из Глазга, да, как он подписывался, вот, я думаю, что это не очень устраивает, нужен какой-то более-менее официальный статус, не знаю для чего, опять же, для меня это был человек, который всегда мыслит, немножко так, знаете, как конь ходит, буквой Г, вот, вот он мыслит немножко так, это, опять же, не его брека, ну, просто я не понимаю, как он мыслит, и, возможно, там что-то делать, у меня большие претензии к прошлому Чубайсу, но вовсе, вовсе не те, которые там, высказывает Мария Певчик или еще кто-то, не про приватизацию и не про залоговые аукционы, и даже не про выборы Ельцина, кстати, выборы Ельцина, это я бы скорее в плюс поставил Чубайсу, чем в минус, но дело не в этом, а в том, что, ну, человек, который, как мне кажется, как раз, был символом, во многом символом либерализма, вот, когда он заговорил про либеральную империю и про возрождение славы Руси, русского оружия в Чечне, ну, это абсолютно неприемлемо, вот, как бы, как мне кажется, такие люди не могут представлять собой либеральную Россию, вообще, какую-нибудь Россию будущего, я не то, чтобы солидаризировался с тем, чтобы, как сказал Мария Певчик, нам надо не допустить к Чубайса, к дальнейшему какому-то строительству России, управлению, не знаю, к чему, ну, в общем, не допустить куда-то его, нет, ну, я бы просто за человека, ну, за политическую силу, которую бы представлял Чубайса, не проголосовал бы, скажу так, вот, и даже, может, против нее агитировал бы. В завершение, как произошел ребрендинг канала Плющев в Breakfast Show, как это отреагировали, зрители на это отреагировали, и вот, как вы это пережили? Господи, хоть кого-то это интересует, спасибо тебе, спасибо за такой вопрос, потому что, в общем, по большому счету, никто не заметил, вот, слава богу, там, ни на цифрах это как-то особо не сказалось, ни люди, в общем, ну, как-то спрашивают там, почему, но как-то очень спокойно, ну, потому что у нас основной продукт, так и называется Breakfast Show, вот, и мы так назвали, назвали канал, потому что хотелось, чтобы это было менее личностно, чтобы это было не совсем, не совсем про меня, у нас все-таки большой коллектив, в ближайшее время, кстати, он, видимо, увеличится, вот, так что, вот. А сколько у вас уже получается? Ну, нас эфирных-то ведущих, сейчас, значит, четыре, вот, будет пять или шесть, соответственно, не эфирных, там еще человек, наверное, двенадцать разных в разных странах, ну, там, не мне тебе рассказывать, обложки, тайм-коды, монтаж и все прочее такое. У нас режиссер нервно стал смеяться, потому что у нас с обложки, монтаж и все такое. Привет от наших. Ну, режиссеры, у нас их три теперь, три режиссера. Ну, это по разными причинами объясняется, в том числе и тем, что у нас не все делается из студии, как у вас, например. Вот, поэтому вот так. Ну что ж, спасибо тебе большое, что так оперативно отреагировал и вышел в наш эфир. Подписывайтесь на Breakfast Show, заходите на эфиры, ну, и про нас тоже не забывайте. Спасибо тебе, и до следующего рада. Всего доброго. Спасибо, а там еще был, я забыл ответить на одну штуку. Общаюсь ли я с Ксенией Лариной? Да, мы общаемся. Спасибо. А, ну, супер, тем более, что, если не ошибаюсь, у нас в Грэмме Ксения предложила, да, как-то так было, предложила забыть конфликт? Или я озвучил? Никогда протянутую руку, никогда не отвергла. Поэтому. Ну, супер. Спасибо тебе, и до связи. Пока. Александр Плёщев был с нами на...